Лукашенко не с доброго дыма взял и пряк, потому что его готовы поддержать 90% украинцев. И он, знаете, мне кажется, в его воспаленных мозгах он действительно думает, что это так. Хотя вот недавно был митинг под Горфовной Радой, я его видел, и что он сказать? Митинг был организован, ну там, скажем так, есть у нас парочка депутатов, которые осуществуют этому Лукашенко, так вот они организовали этот самый митинг и, собственно говоря, пытались каким-то образом давить на Верховную Раду с тем, чтобы отменили санкции, чтобы разрешили, самое главное, Белавиа разрешили летать в небе Украины. Так вот, даже с проплаченными вместе, даже с проплаченными вместе, а там больше половины было проплаченных, понятное дело, пенсионеры, как обычно, за денежку, вместе гривен, так вот даже вместе с проплаченными вместе, там не нашлось 100 человек, которые, которые, собственно говоря, пришли поддержать вот это чудовище. Вот, собственно, и вся поддержка Синепалова в Украине. Да о нем здесь, чтобы вы понимали, о нем здесь вообще никто не слышал, никто не разговаривает, и он здесь вообще никто. Ну, есть какая-то, знаете, какой-то милипиздрический совершенно процент, вот совкадрочеров, которые там мечтают, что вернуть все взад, мечтают про колбасу за 2.20, мечтают про железный занавес. Ну, вот это такая публика, знаете, сколько их, там пенсионеры, только пенсионеры, понятное дело. Потому что молодежь скажет, что Лупашенко, они не знают, кто это такой вообще, о нем не слышали. Вот, ну, а есть такая вот, сейчас, не знаю, 60 лет, наверное, 65 лет плюс, вот малая часть которых действительно испытывает такие ностальгическо-сексуальные чувства к, с их точки зрения, молодому белорусскому лидеру. Ну, для них он-то молодой, да, действительно, сколько ему, 60, а им-то 70-80. Вот, ну, собственно говоря, вот этим вся поддержка этого усатого таракана в Украине и ограничивается. Смешно немножко даже. Когда я прочитал, мне захотелось смеяться.